Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 15 февраля и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели по росту это отметка 1.2563 и далее движение уже на 1.2792. Ближайший разворотный уровень после тех движений, которые были зафиксированы вчера, находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.2275. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. На коррекции с вчера не смогли уйти ниже минимальные значения, которые были 12 февраля, а значит все осталось в рамках существующей тенденции с целями движения на 1.4360. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.3799. Пока пара торгуется выше данного уровня, тенденция в рамках часового таймфрейма остается восходящая. По паре американский доллар, канадский доллар, вчера к концу торговой сессии мы увидели пробитие минимальной значений, которые были зафиксированы 13 февраля, хотя с утра пытались пробить максимум, но к концу торговой сессии мы ушли ниже данного уровня, что переводит нас в фазу снижения по данному активу. Ближайшие цели это закрепиться, во-первых, ниже отметки 1.2490, там где пара торгуется сейчас, ну и далее двинуться уже на 1.2253. Ближайший разворотный уровень находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 1.2648. По паре американский доллар, японская и иена существенных изменений нет, тенденция нисходящая сохраняется, цели снижения это область 1.480, а разворотный уровень можем отметить на максимуме вчерашнего дня, отметка 1.1789. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция также возобновилась восходящая, цели роста находятся на отметке 1.8184, а ближайший разворотный уровень располагается на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.7772. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает свое восходящее движение, подошли к уровню сопротивления в области 1.8918, именно там стоит ближайшая цель для преодоления фазы восходящего движения, и далее уже двигаться на 1.8984. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.8873. По золоту тенденция восходящая также сохраняется, цели роста находятся на отметке 1.380 и 1.400. Соответственно, ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.318. По нефтемарке Brent мы вчера перешли в фазу восходящего движения, закрепились выше максимумов, которые были зафиксированы 13 февраля, и по нефти отмечаем как раз восстановление и начало восходящего движения с целями роста на 70.58 и далее на 73. Разворотный уровень по нефтемарке Brent находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 62.18. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется, цели роста находятся в области 12.900 и 13.200, а ближайший разворотный уровень на минимуме вчерашнего дня, отметка 12.071. По биткоину тенденция восходящая также сохраняется, следующая цель в фазе роста это движение в области 12.857 долларов за один биткоин, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме вчерашнего дня, отметка 8.446. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезным, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра.